Благодаря им раскрывают преступления. Количество ДТП каждый год падает, а нарушители получают штрафы. Речь идет о камерах на дорогах. Их в Бурятии 236. Изображение с каждой из них транслируется в специальный центр, где полицейские внимательно изучают записи. Что такое ЦАФАП, как он работает и сколько нарушений на дорогах происходит каждый день. Смотрите прямо сейчас. Это центр автоматизированной фиксации административных нарушений. Проще ЦАФАП. Еще проще Всевидящее Око Бурятии или Большой Брат. Шутки шутками, но именно здесь фиксируют все правонарушения на дорогах, а также выписывают штрафы. Каждый день сотрудники ГАИ регистрируют, только вдумайтесь, от двух до трех тысяч нарушений ПДД. И это только по камерам. Так за последние шесть месяцев было 236 тысяч штрафов. Система работы такая. Программа автоматически фиксирует все правонарушения на дорогах, после чего распределяет их по категориям, например, проезд на запрещающий сигнал светофора или проезд по встречной полосе. После этого вся эта информация передается человеку, и уже он выносит вердикт. У нас падают нарушения в нашу программу, которые оператор, инспектор отсматривает и выносит по которым решение. Есть ли здесь нарушения, либо нет. Вот у нас проезжает автомобиль, который проехал на красный сигнал светофора. Вот, допустим, у нас ваш ремень безопасности, где вот на фотографии можем прибавить, да, четко видно, что водитель не пристегнут. Какие самые частые нарушения? Проезд на красный, выезд на встречку и не пристегнутый ремень. Но это так. Цветочки. 91% всех штрафов за превышение скорости. Здесь идет фиксация на сколько превысил, здесь идет разрешенная скорость, а здесь его скорость зафиксированная камера. У вас рабочий день во сколько начинается? В 8.30. Сейчас почти 11. Сколько вы уже нарушений успели рассмотреть? Мне вот просто интересно, их очень много. Я думаю, наверное, где-то около 300 уже есть. С ума сойти. Также за ситуацией на дорогах можно следить и в лайв-режиме. Пока мы наблюдали за камерами, удалось поймать несколько нарушителей. При смене сигнала светофора левая дополнительность секса три раза моргнет, после чего потухнет, значит запрещено движение. Потухло. Не успел, да? Вот этот нарушил. И какой штраф за это? Если повторно, то 5000 рублей. Бывают и нарушения посерьезнее. Например, подделка госномеров на автомобилях. Две одинаковые машины, два одинаковых номера. Они почти не отличаются, но могут находиться одновременно в разных регионах страны. В таких случаях полицейские сразу же отправляют ориентировки соседям, чтобы поймать преступника. Система идентифицировала совпадения в одинаковое время в разных регионах. У Российской Федерации, у нас и в Владивостоке. «Лексус» собственник, значит, подтвердил, что оригинал находится у нее, никому не продавала машину. Ориентировка направлена. Как только еще раз комплекс зафиксируют, то уже меры к задержанию. После появления камер на дорогах количество ДТП пострадавших и погибших стало уменьшаться. В 2012 году в Бурятии произошло почти полторы тысячи аварий. В них получили ранения 1828 человек. Погибли 237. А в 2023 году зафиксировали 1073 ДТП и 1460 пострадавших. Количество смертей на дорогах уменьшилось в два раза. Напомню, любой штраф вы можете обжаловать в течение 10 дней с момента уведомления. А теперь развеем популярный миф. Некоторые верят, что часть камер принадлежит частным лицам. То есть они фиксируют штрафы и таким образом зарабатывают. Такого в Республике Бурятии не было и нету. Все комплексы фото-видеофиксации принадлежат, стоят на балансе государства бюджетного учреждения, Центра информационной технологии Республики Бурятия. 236 камер. Это получается 24 из них передвижные и 3 из них мобильные. За прошедшую неделю на дорогах Республики сотрудниками Госавтоинспекции при надзоре за дорожным движением выявлено 2237 нарушений ПДД. В том числе задержаны и отстранены от права управления транспортным средством 157 водителей с признаками опьянения. В том числе 23 водителя за повторное вождение в нетрезвом виде, которым теперь грозит уголовная ответственность. Всего за неделю сотрудники ГАИ зарегистрировали 17 ДТП с пострадавшими. В них 20 человек получили травмы и двое погибли. Отмечу ДТП, которое произошло в субботу в городе Улан-Удэ на Верхней Березовке. Водитель автомобиля Toyota Corolla Fielder на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на супружескую пару. В результате ДТП мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия. Его супруга была доставлена в медицинское учреждение, однако она следующий день скончалась в больнице. Субтитры создавал DimaTorzok